ДИНАМО КАЗАНЬ ДИНАМО КАЗАНЬ У спорткомплекса, конечно, свое расписание, так что о тренировках на льду и речи не шло, а время проведения игры было определено на 10 утра. Отсюда и масса проблем игрового характера, причем для обоих соперников, да и рассчитывать на то, что трибуны Крылатского заполнят болельщики, тоже не приходилось. Хотя с дюжину фанатов Кировской родины все-таки нашли возможность приехать поболеть за своих в Первопрестольную. Казанских болельщиков было в разы меньше, да и те, что были, так или иначе были при исполнении служебных обязанностей. Киров и Казань не только территориальные соседи на карте России, но традиционно непримиримые соперники, причем в составах команд много игроков, поигравших и в Казани, и в Кирове. Если бы игра смогла состояться в столице Татарстана, трибуны бы точно были переполнены болельщиками. Но реальность такова, что Киров и Казань выясняют отношения в Москве в первом очном противостоянии сезона 2013-2014 годов. Начало матча за номинальными хозяевами льда. Уже на второй минуте Сергей Шабуров с передачей Максима Пахомова отправляет мяч в сетку у ворот Дениса Половникова. 1-0, и у малого числа болельщиков «Динамо» есть повод порадоваться. Капитан казанцев Сергей Шабуров, несомненно, самый активный в дебюте игры. Ведет партнеров вперед, создает напряжение у ворот Родины, зарабатывает первой угловой в матче в том числе. Право пробить достается Максиму Пахомову, но мяч до ворот не долетает, запутавшись в ногах оперативно выкатившихся противников. Кировчане, к слову, только первые пять минут выглядели неадекватно в атаке. Зато, по сути, с первой попытки сумели отыграться. Черепанов пасовал от углового флажка, а Слаутин точно под перекладину послал мяч. Так что уже к шестой минуте игры счет на табло Крылатского значился равным – 1-1. Следующего голевого момента пришлось ждать почти два десятка игровых минут. Соперники, пропустив по одному результативному уколу, сконцентрировались на организации надежной игры в обороне в первую очередь. Активно притинговали друг друга по всему полю, так что шансов проявить себя было немного у игроков линии атаки. Тренеры пытались в том числе и с помощью замен разнообразить игру, сделать ее результативной. Но, видимо, 10 утра – не самое лучшее время для игры в хоккей с мячом. Пусть и на идеальном по качеству льду. В таком случае все обычно выжидают ошибки соперника. На 24-й минуте в подборе не доработал Константин Поскребышев, и шанс убежать к воротам Родины получает Максим Чермных. Остановить полузащитника Казанского «Динамо» можно было только с нарушением правил. Главный арбитр встречи Андрей Токмаков реагирует на эпизод адекватно. 12-метровый в ворота Родины – стопроцентный. Никто и не спорит. Сам Чермных бить пенальти не стал. Все-таки у Щеглова такие удары стабильнее получаются. Алексей Щеглов как раз и изменил счет на табло в пользу «Динамо» Казани, точно пробив с 12-метровой отметки. 2-1. После второго забитого мяча игровое преимущество команды Владимира Янко стало очевидным. Казанцы, если можно так выразиться, больше хотели атаковать. Ну а кировчанам, соответственно, больше исполнять пришлось разрушителей атакующих действий. В течение 10 минут у подопечных Сергея Фирсова вроде бы все получалось. Но при постоянной игре в обороне и силы заканчиваются, и концентрация теряется. В общем, всем было интересно, когда и где порвется оборонительная игра на тоненького команды из Кирова. На 34-й минуте попытка кировчан организовать атаку по правому флангу оборачивается быстрой контратакой «Динамовца» в Казани, в которой поучаствовали Иван Щеглов, Дмитрий Логинов, а завершать ее честь выпала сами Лаконину. Зря Константин Поскребышев апеллирует к арбитрам. Положения вне игры у финского легионера «Казанского Динамо» не было и в помине. Так что счет на табло 3-1 можно было с уверенностью называть справедливым итогом 34-х минут, проведенных соперниками в первом тайме. За следующие 10 минут радикально ситуация на поле не изменилась. Да, казанцы чуть сбавили атакующие обороты, но у родины голевых моментов не прибавилось. Так что гол ворота Андерса Свенсона на исходе первой половины матча можно сказать, как гром с неба прогремел. Числом-то казанцы в той ситуации превосходили соперника, но Андрей Мороков свой шанс использовал. Эффективно использовал. Без опеки защитников обыграл вратаря. 3-2. И этот успех буквально воодушевил группу поддержки Кировской Родины. Гол в раздевалку в любом игровом виде спорта считается важным. Одни по этому случаю приободряются, другие во время перерыва должны незапланированный разбор полетов проводить. А в любом случае это интрига, которая, предполагалось, сделает второй тайм матча напряженнее для игроков и интереснее, соответственно, для болельщиков. Первая минута второго тайма – тревожный сигнал для казанских динамовцев. Игорь Ларионов в прямом смысле слова прощает свою бывшую команду. Мастер такого класса должен был забивать в той ситуации. Оперативных правильных выводов динамовская защита сделать не сумела. И вскоре сигнал тревоги повторился. Удаление на 52-й минуте Максима Пахомова кировчане использовали весьма оперативно. Теперь же Ларионов оказывается ассистентом, а исполнителем голевого момента становится Иван Байко. Трое защитников обыграны в штрафной, и Свенсону было уже не выручить. Ничья 3-3. Но самое интересное, что с начала второго тайма инициатива была у игроков Родины. Так что впору было говорить о справедливости и забитого мяча, и счета на табло. Перерыв однозначно пошел на пользу номинальным гостям. Или пресловутый гол в раздевалку имеет магическую силу, действительно. Не сказать, чтобы динамовцы выглядели вообще беспомощными. Но в организации атак что-то серьезно разладилось. Казанцы не могли послать мяч в сетку Кировских ворот даже в такой ситуации, когда вратарь Половников уже не мог реально помешать соперникам пробить точно. В общем, можно было предположить, что легкой жизнью команда Владимира Янко себя сама лишила. А теперь ну никак обратную уверенность в своих силах вернуть не может. Хотя попытки все исправить динамовцы производят регулярно, причем разнообразные попытки производят, но где-то в самой концовке атакующих действий идет сбой. А это еще больше нервирует и копит негативные эмоции. Чермных, Логинов, Лаконин, Шабуров, наконец, становятся заложниками неудач. А не забиваешь ты, забьют тебе, даже не сомневайся. Проверенное временем правило. На 67-й минуте Родина получает право на угловой удар, и Лорионов аккуратненько низом направляет мяч в сетку ворот Андерса Свенсона. Впервые в матче кировчане выходят вперед в счете. Болельщики Родины едва ли рассчитывали на столь оперативную реабилитацию своей команды и теперь благодарят игроков молодцами. А те, в свою очередь, не останавливаются на достигнутом. И еще через три минуты создают задел в два уже мяча. Слаутин после флангового прохода узрел абсолютно свободного Пивоварова, которому оставалось только подставить клюшку. Тут-то и полезли в голову черные мысли, что все эти мытарства казанских динамовцев по городам, где есть хоть какой-то большой лед, а в этой связи и невозможность выстроить маломальский приемлемый план тренировочной работы, стали гарантами весьма невыразительного старта в чемпионате новоявленных обладателей Кубка России. В коробках для канадского хоккея и в залах для аэробики в русский хоккей точно играть разучиться можно. На 74-й минуте матча «Динамо-Казань-Родина» запахло разгромом. Дмитрий Лыков и Андрей Мороков соорудили атаку с пушечным по силе и снайперским по точности исполнение ударом 10-го номера кировской команды. Таким образом, это был пятый подряд мяч Кировчан в Казанские ворота, то есть со счета 1-3 команда Сергея Фирсова сумела за 32 минуты не только отыграться, но еще и громко заявить о притязаниях на победу. Владимир Янко берет тайм-аут. До окончания матча 16 минут дефицит три мяча. Значит, надо пытаться совершить подвиг, так как обычных усилий уже не хватает, судя по сложившейся ситуации. Первое, что смогли сделать казанцы, перевели игру на половину гостей. Возможно, кировчане и сами были намерены сыграть на удержание счета, но сути это не меняет. 77-я минута матча стала голевой для 77-го номера Динамо Казани Сами Лаконина. 4-6 и пока повода радоваться забитому мячу нет. Надо еще два как минимум забивать, пока игровое время не истекло. Динамовцы буквально обложили ворота Родины угловыми ударами и на 88-й минуте Лаконин забивает свой третий мяч в игре и пятый по счету за Динамо Казань. 5-6. Надежда на спасение приобретает реальное очертание. Игроки Родины, по всей видимости, оказались не готовы перестроиться на оборонительный лад в полной мере. На 86-й минуте фантастические грезы динамовцев стали реальностью. Кирилл Петровский сравнивает счет, хотя ситуация-то была далека от идеальной. Не доиграл на выходе из ворот Денис Половников. Мяч достается Петровскому, но перед ним пять соперников. Так что каким чудом мяч прошел в створ ворот, непонятно. Но чудеса, как видим, бывают и в хоккее с мячом. Однако при ничейном счете на табло да под самый занавес матча соперники взяли да выдали еще пару минут быстро атакующего острого хоккея. Для начала Родина показала клыки. Огрызнулась здорово и Лорионов после розыгрыша углового удара бьет наверняка. Но кудесник Свенсен умудряется парировать удар под перекладину нападающего сборной России. Со стороны динамовцев в Казани в роли палача Родины мог выступить Кирилл Петровский. Он бил с еще более близкого расстояния до ворот, но попал в грудь Половников. Вот это моментики, вот это невезуха. Заключительная минута матча прошла в районе штрафной площади Родина. Казанцы наседали. Кировчане отбивались, что есть мочи. Но угловой следовал за угловым. Крайний из этих стандартов, судя по всему, должен был завершить Алексей Щеглов. Сергей Шабуров доставил мяч Щеглову, но доплатить задуманное в жизнь была не судьба. Как бы то ни было, а ничейный результат с 12 забитыми мячами констатирует, что противостояния Казани и Кирова продолжают быть непредсказуемыми, а значит традиционно зрелищными. Напоследок возьмем на себя смелость отметить Андерса Свенсона как лучшего игрока в составе команды «Динамо Казань». Довольно информативной получилась и пресс-конференция главных тренеров, команд соперниц, которые разошлись миром. Мы прекрасно знали, что Казань очень долго находится на выезде, мало тренируется, поэтому не всегда хорошая кондиция. Наверное, хотелось использовать какие-то свои минимальные шансы для взятия ворот. Где-то это получилось, где-то не хватило мастерства. Не хочется повторяться, но факт остается фактом. Просто невозможно рассчитывать на какой-то результат, если ты не тренируешься. Это просто утопия. И я считаю, что сегодня просто скорее какое-то чудо произошло, нежели какая-то закономерность. Я даже для себя еще, честно говоря, не знаю. Вообще, это хорошо, что мы спасли игру, или может быть лучше бы было, если бы все было именно так. Но катастрофа еще заключается в другом, что мы сейчас приезжаем, опять в Казани ничего нет. Опять мы в коробку, и после этого играем в Первоуральском. И чудес, по-моему, от нас ждать сейчас очень и очень трудно. Я думаю, что если что-то с нами произойдет, зная, что может вообще быть у нас со льдом, то я вообще думаю, что, наверное, после Нового года команда только-только более-менее, наверное, оклемается вообще от силы. То, что вот сейчас мы за эти полтора месяца накатали, наездили и наиграли. Ну, никаких шансов нет просто. Потому что если ты не тренируешься, ничего не может быть. Ничего не может быть. Очередной матч чемпионата согласно календарю динамовцы Казани должны были проводить в Первоуральске. Однако и в этом городе России залить лед не смогли даже к началу сезона. Так что приютил уральских и татарстанских сирот Киров, где проблем со льдом, ну, по крайней мере, в ноябре месяце нет никаких. В общем, в Кирове казанцы были номинальными гостями, а первоуральцы – хозяевами. В 15 часов дня, да и в будний день, посмотреть хоккей с мячом смогли порядка тысячи местных болельщиков, которые были в большинстве своем за трубник. Казанская авиакатастрофа больно отозвалась в душах россиян. Вот и предматчевая минута молчания показалась особенно скорбной. Но жизнь продолжается. Продолжается для тех, кого небеса уберегли от большой беды. Начало игры. Уральский трубник «Динамо Казань». И в составе номинальных гостей следует удаление. Алексей Щеглов отправляется на штраф в скамейку, а уральцы забивают первый мяч после розыгрыша углового удара. Воронковский в ассистентах, Разуваев – автор первого результативного удара в матче. Если бьющему удается отправить мяч под перекладину, шансов отразить удар у галкипера нет никаких. Равно как и у игроков, выстроившихся в стенке у ворот. Вторая минута. 1-0. Павел трубник, который в трех предыдущих своих встречах очков не набирал. И теперь, несомненно, хотел исправить турнирную ситуацию в лучшую сторону для себя. По крайней мере, в дебюте матча первоуральцы владеют атакующей инициативой, создают момент у ворот «Динамо Казани» и заставляют оборону и вратаря трудиться в прямом смысле слова в поте лица. Андерс Свенсен, и это мы уже не раз отмечали, просто палочка-выручалочка казанской команды. Первый реальный момент в атаке «Динамовцы Казани» организовали только на 10-й минуте, но Максим Пахомов не попал в цель с острого угла. В целом, «Динамовцы» довольно оперативно отодвинули игру от своих ворот, переместили атакующие акценты на половину поля трубника, но результативную статистику исправлять не получалось в довольно долгий промежуток игрового времени. Героем порядка 10 моментов неизменно становился галкипер уральского трубника Антон Макеев. Однако абсолютным героем Макееву стать не было суждено. На 29-й минуте матча «Динамовцы» Казани все-таки реализовали момент. После розыгрыша углового удар не получается у нападающего сами Лаканина, но финский трудяга не выключается из игры, догоняет мяч у лицевой линии и возвращает его в штрафную площадь. Да так удачно вернул, что Дмитрий Логинов получил комфортную позицию для результативной атаки. 1-1 и Логинов отправляется благодарить Лаканина за передачу. Да уж есть за что, действительно, ведь игроки трубника просто не поверили в то, что из той ситуации можно было организовать голевой момент. Наглядный пример для тех, кто стремится совершенствовать свой игровой уровень. Нельзя сказать, что пропущенный мяч сразу на повал сразил уральских трубников, но то, что он констатировал преимущество их соперников, это точно. А тут еще и второй гол подоспел, как говорится. Михаил Жданов протаранил оборону уральцев по левому флангу и отправил Максиму Чермных пас конфетку. Промахнуться с метра по пустым воротам полузащитник национальной сборной России, конечно же, не может. А вот почему Чермных оказался один-одинешенек вблизи ворот трубника, этот вопрос к защитникам команды из Первоуральска. Проглядели? Значит, вынимайте мяч из сетки своих ворот. 1-2 на табло. А на 40-й минуте динамовцы Казани провели и третий мяч, причем сработала домашняя заготовка по исполнению угловых ударов. Подключение Сергея Шабурова оказалось неожиданным для обороняющихся, так что блокировать удар капитана Динамо Казани никто не успел. Хотя на повторе эпизода хорошо видно, что Шабурову, еще и откровенно повезло, отправил Сергей мяч в ворота по одной единственной верной траектории. Но везет сильнейшим, как говорится, нечего спать в воротах и на подступах к ним. Реализовав три момента, казанцы успокоились, и на последней минуте первого тайма едва не поплатились за это. Проход Дмитрия Софиулина удалось прервать Денису Артюшину только с нарушением правил, и причем на самой линии радиуса. Свободные трубники не реализовали, и на перерыв соперники отправляются со счетом 3-1 в казанскую пользу. А по сути игры в первом тайме позже довольно интересно высказался главный тренер Динамо Казани Владимир Янко. Ну, в общем, две последние команды играли. Конечно, поэтому и зрителей мало пришло, потому что ну что смотреть, потому что вроде на Киров на первом идёт, а что на нас смотреть? Ну и что там мы показали? Они что-то в кого особого не показали. Играли так. Ну я за своих, ребят, рад, потому что всё-таки два месяца вне дома, вне семьи, вне тренировок. И сегодня они, конечно, так фрагментами-фрагментами, это уже было что-то такое, похожее на тот хоккей, который мы показывали месяц назад. Перед началом второго тайма матча уральский трубник Динамо Казань на трибунах Кировского стадиона Родина обозначились болельщики казанской команды. Оригинально подошли к вопросу, не числом, как говорится, а умением, или выдумкой скорее. Шабаров мушкетёр? А почему нет? Вот в первом тайме уже один укол сопернику совершил. Начало второго тайма, опять активнее уральцы. И теперь уже точно 12-метровый в ворота Свенсона назначается. Подкосил соперника Лёша Щеглов. Исполнять пенальти берётся Дмитрий Черных. Но стреляет игрок мимо в ворот. А ведь это был отличный шанс у трубника возродить интригу в матче. Почему был? Да потому что уже через минуту динамовцы Казани наказали уральцев за этакую расточительность. Сергей Шабаров через всё поле нашёл передачи Алексея Бушуева. И Алексей обыграл вратаря в ближнем бою. А отправил в сетку ворот трубника четвёртый по порядку мяч. В общем, теперь Бушуев и Шабаров квиты сделали друг другу по результативной передаче. И настроение себе и партнёрам приподняли. На 50-й минуте и вовсе Баян можно было доставать. После розыгрыша углового поворотом бил Иван Щеглов. А на добивании отличился Дмитрий Логинов. Однако полисать под Баян было ещё рановато. Есть в недавней истории казанского «Динамо» примеры, когда солидное преимущество в счёте испарялось. А здесь ещё и удаление за удалением следует. И на скамейке штрафников оказываются три игрока «Динамо» Казани. Но и при таком раскладе уральские умельцы играть в русский хоккей ничего смастерить не смогли. Казанские «Динамовцы» грамотно оборонялись, да и моменты для контратак в меньшинстве высматривали. В общем, тренерам уральского трубника пришлось использовать последнюю возможность что-то поменять в игре своих подопечных с помощью таймаута. Далеко не сразу, но после таймаута игра какое-то время шла на половине поля «Динамовцев». И реализованный трубниками угловой, хоть и с натяжкой, но можно было представить как начало реабилитации команды «Жеребкова». Вот и кировские болельщики этого очень хотели, ведь успехи Казани кировчанам который год уже спать не дают. Но своё видение ситуации было у игроков команды Владимира Янко. Максим Черных на 71-й минуте сам отобрал мяч у соперников и сам отправил его в ворота. 6-2 на табло, и можно было считать этот гол Черных как стратегический. Трубник вряд ли рассчитывать мог теперь, что отыграет 4 мяча за 19 минут. А чтобы вообще вопрос о победителе больше не обсуждался, «Динамовцы» на 73-й минуте ещё одну результативную атаку провели. На этот раз Максим Черных здорово ассистировал Максиму Пахомову. Десятый номер «Динамо Казани» прямиком к воротам Трубника ускорился и шансов голкиперу Макееву не оставил никаких. 7-2. И это при том, что «Динамовцы» реализовали почти все свои острые атакующие моменты. То есть коэффициент полезного действия команды Владимира Янко к 73-й минуте был очень высок. Дополнительно позитивным был факт, что смогли отличиться голами 5 игроков из состава команды. Значит, атакующий потенциал-то есть. Вот только без тренировочного процесса он ослаб в дебюте чемпионата. После седьмого забитого мяча «Динамовцы» Казани завладели абсолютной атакующей инициативой, и то, что Трубник не пропустил, например, с десяток мячей, просто с течения обстоятельств. Раскатились на воздухе казанцы, глотнули кислороду после занятий в закрытых помещениях. В концовке игры было очевидно, что играют разные по уровню мастерства команды. Тот же Сергей Шабуров на вдохновении, что называется, усердно тратил силы в атаке, будто заправский нападающий. Это, конечно, здорово, что у игроков задор ребяческий появился, но надо же контролировать ситуацию. Владимир Янко только и успевал, что звать подопечных отдышаться, да поостыть маленько. Бесшабашная игра не всегда проходит бесследно. Вот и в концовке матча Трубник сумел выискать пару моментов, чтобы, с одной стороны, напомнить соперникам, что игра не закончена и длится 90 минут, с другой чуть подправить статистику для себя. 2-7 это, конечно, разгром, а 4-7 уже не так обидно и не так разгромно. На 85-й и 87-й минутах Чучалин и Черных дважды поразили ворота Андерса Свенсона. Подкорректировали, скажем так, итоговый результат на табло Кировского стадиона «Родина». Причем четвертый мяч, последний в игре, уральский Трубник забивал вздвинутые ворота казанского «Динамо». А сдвигал-то те самые ворота игрок команды из Первого Уральска, который таким образом цеплялся за сетку и пытался остановить свое движение за пределы ледового поля. Ну да ладно, запас у «Динамовцев» в счете был, так что спорить по мелочам никто не собирался. 7-4. Первая победа казанского «Динамо» в регулярном чемпионате страны 2013-2014 годов. И хватит скитаться по чужим полям. Пора домой возвращаться, где заждались уже. Три месяца, по сути, хоккеисты провели в командировках. С семьей толком не побыть. Всегда живем в гостинице. Все равно это очень влияет на физическую, психологическую, вот эти все перелеты, переезды. Вне дома жить. Но как можем, стараемся, выкручиваемся из этой ситуации. Дай бог, через пару дней будет лед, начнем домашние игры, более-менее дома побудем. И я думаю, все наладится в игре и в быту, и во всем остальном. После четырех официальных матчей чемпионата России «Динамовцы Казани» занесли себе в актив четыре турнирных очка. Немного, но четыре лучше, чем ноль, например. Да, обладатели Кубка России 2013 года пока невысоко забрались в турнирные таблицы. Но сезон, как известно, протяженный, а чемпионами становится в плей-оу. Существенно повысить свой текущий статус в российской суперлиге «Динамовцы Казани» могут уже в ближайшее время. Три домашних матча в расписании команды из столицы Татарстана. То, что очередные домашние матчи «Динамовцы Казани» будут проводить на стадионе «Ракета», стало ясно только за несколько дней до первого из них. Холодные ночи наконец-то помогли работникам стадиона в дербышках, и лед на поле удалось нарастить до приемлемых величин. Честно говоря, на память-то не приходит, когда в Казани не было льда за неделю до официального наступления зимы. Теперь остается надеяться, что теплые дожди не вернутся на территорию региона, а холодильное оборудование не выйдет из строя. Ну, труды, конечно, были большие, потому что в этом году, как известно, универсиады поселили футбольный газон. То есть мы с этим столкнулись впервые. Трудность представила в том, что сама трава и плюс еще и крошка, которая на траве, это дополнительный еще слой, который надо проливать. Было очень тяжело, но буквально за шесть дней нам помогла и погода, плюс и холодильные установки нормально заработали. За шесть дней мы получили лед, и вот уже буквально 25-му числу в первой игре домашней своей мы уже готовы полностью на все 100%. Итак, 25-го, 27-го и 30-го ноября хоккей с мячом на стадионе «Ракета» в Казани. Динамовцы Казани встречаются с командами «Старт», «Нижний Новгород», «Зоркий», «Красногорск» и «Волга-Ульяновск». Ну а подробности всех матчей команды «Динамо-Казань» вы можете узнать в репортажах нашей программы. Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем побед!